всем привет сегодня я буду сборку компонента делать это по нижней скорости так его надо конечно эти места все промазать эти места все промазать надо смазкой поршень тоже самым промазать и мы сейчас будем надевать далее идет у нас пружинка также мы промазываем эту часть ну чтобы не поцарапал ничего там все по маслу шипшет потом делаем свой спец ключ конечно надо сделать и штопорное кольцо без разницы в этой стороне зажмем и зафиксируем ну конечно здесь пружинка немножко будет так знаете гулять чтобы по центру так поставься если что будете подталкивать его и потом мы сел честору что его возьмут так легонько лишь поправить чтобы по центру и начнем зажима как же зажму сейчас есть дальше виде дело такими шипцами мы должны что-то не концу одеть и мы сейчас откручиваем вставляем диски все остальное ставим щастеренку вот подщебник должен лежать здесь обязательно проверьте ставим сюда здесь тоже подщебник видите потом начинаем и прежде чем диски ставить их надо замочить масло подчас масло полежали желательно делать это что то есть это что то есть есть Здесь ставим, и штопорное кольцо. Тут штопорное кольцо, видите, под уклон идет, вот так, вниз идет, под уклон. Его, короче, сюда надо надеть, и все. Наоборот, надо надеть. Получается, эту сторону, в первую очередь. Вот так, не пойду, надо сперва эту сторону надеть. Все, этим мы закончили, мы его в сторону набираем. Надо внимательно смотреть, тут сетка есть, сетка. Он должен всегда чистый быть. Видите? Вот. Он должен просвечиваться. Вот так. Тогда только устанавливаться. Это очень важно. Так. Сейчас я должен, этот Порше, оно часто летит, вот эти места рвутся, и все, и все время выварить их в машинах. Здесь коробку тоже. Продолжение следует... 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 Сейчас нужно спец ключ ставить, будем зажимать, чтобы штопорным кольцом мы могли его одеть, потому что эти лепестки должны вниз спуститься, только тогда вы его зажмете. Но еще очень важно, чтобы он был по центру, потому что так вы не оденете этот сам шопорное кольцо. Вот это кольцо штопорное самое ныдное одевать. Я вам сразу скажу, он задолбил мне, чтобы его одеть. Вот труба. Я поменьше возьму, это слишком на краю. Да, это лучше будет. Сейчас мы его всему по центру. Шопорное кольцо одену и дальше видео. Вот тут, смотрите. Он может лечь здесь, здесь шестеренка, понимаете, а вам нужно на следующий хомут одеть. паз, видите, следующий, сейчас покажу. вот на этот паз мы должны одеть, вот на этот. Сюда пойдет, все. Вот сейчас мне надо внимательно посмотреть, вроде бы он. И сейчас мы будем искать второй паз. Ну, вроде бы одел, посмотрим, сейчас вытянем, посмотрим на него. Ну, вроде бы одел, да, попал, все отлично, супер, да, и все по центру. Все. Эту поршину установили. Так, вот здесь, видите, есть направляющий. И также тут, вот, мы его должны одеть. Все. И он должен только в одну сторону крутиться, противочасовой. Туда он не должен крутиться, здесь никак не прокрутиться. Все. Все. Этот подшипник, черная сторона всегда вверху должен быть. Вот так. чтобы это вы имели ввиду, вот, черная сторона. Сейчас вы ним диски уложите. Три таких, три таких, три металлических, это сцепление. Смотрите внимательно насчет того, здесь они разные рисунки есть, разные производители делают. Один такой делает, другой такой, чтобы вы имели ввиду, чтобы они были одинаковые все. есть, и без разницы. И что вам сами выбирать? Я не знаю, как вы выбираете. Мне надо проверить, как он работает. Я не знаю, как он работает. 0,94 получился. В принципе, все, это уже готово. Сейчас мне дальше делать работу. Сейчас будем... Давай, давай. Сейчас будем заниматься. Сейчас мы снимаем все вот это отцу. Вот эти колечки. Обычно, когда заводские, они как будто на горячего сажают и все. Да. А ремонтные уже они идут с разрывом. Это заводской еще. Его надо просто резать. Режем. 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...